Я рассматривал разные варианты, такие как Дубай, Багама и подобные места, куда бы я мог переехать. Потому что я сам инвестор, и Северный Кипр – это определенно то место, куда я буду инвестировать. На самом деле, здесь оказалось лучше, чем это было на твоих видео. Потому что сейчас многие стремятся переехать в Соединенные Штаты Америки, особенно сейчас, а ты переехал оттуда сюда. Я живу около моря, свежий воздух. Я действительно в восторге от будущего Северного Кипра. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы хотим сделать одно видео типа интервью одного из наших друзей, который переехал на Северный Кипр. Мы хотим немного пообщаться с ним. Он из США, давайте немного узнаем его историю. Поэтому давайте начнем с того, что вы представитесь, как вас зовут. Всем привет, меня зовут Андрей. Я переехал на Кипр в октябре 2022 года. Мне очень нравится здесь, просто шикарное место. Я переехал по рекомендации этого мужчина, которого вы сейчас можете видеть. Я узнал много о Северном Кипре, просто просматривая его видео. Ты доволен тем, что переехал сюда? Все устраивает? Да, конечно. Это немного другой стиль жизни, чем в США. Намного медленнее, мирный и ненапряжный стиль жизни. Но это пляжный стиль жизни. Этого и следовало ожидать. Так как море и пляжи – это основное, зачем люди сюда приезжают. Чтобы насладиться со своей семьей. То есть, твои ожидания оправдались, когда ты сюда приехал. Когда я смотрел твой канал в YouTube, я осознал, что это то место, куда я бы хотел приехать со своей семьей. Потому что я хотел жить возле Средиземного моря. И жить таким образом жизни. Я хотел, чтобы мои дети жили около моря. То есть, жили таким образом. Когда я нашел твой канал, я хотел узнать как можно больше. И когда я решил уже переехать сюда, на самом деле здесь оказалось еще лучше, чем это выглядело в твоих видео. Это очень интересно для меня. У меня есть один вопрос. Возможно, наши зрители спросят, почему ты все-таки оставил США. Так как многие, наоборот, хотят переехать в США, особенно в это тяжелое время. А ты переехал оттуда сюда. Что была причина для переезда? Причина, почему я переехал из Америки сюда, потому что мне кажется, что США сейчас идет вниз. Это не лучшее место для жизни. Более тяжело для бизнеса. Я приехал сюда, потому что я бизнесмен. Для бизнеса становится все более и более тяжело. Больше налогов, больше урегулирований, больше проблем. Власти с каждым днем хотят от тебя все больше и больше денег. Это одна из причин, по которой я решил выехать из США. Я рассматривал разные места, такие как Дубай, Багамы и похожие места, куда бы я мог переехать с семьей. Так как я хотел жить в таком месте, где было бы море около дома, а в конце концов я выбрал Северный Кипр из-за тебя. Неплохо, да? Променял Дубай и Багамы на Северный Кипр. Это поднимает репутацию Северного Кипра. Да, конечно. Цены здесь просто великолепные. Это еще одна из причин, почему я здесь. Цены на аренду или покупку жилья просто превосходны. В сравнении с Дубаями, где все очень дорого, и Багамы очень дорого для жизни. Это одно из самых дорогих мест на Земле, по крайней мере, для жизни. Как насчет продуктов питания и всего прочего для жизни? Ты доволен этим? К примеру, в сравнении с Америкой или другими странами. Да, я люблю пойти где-то покушать. Мне нравится пойти в рестораны и попробовать разные виды блюд. Во всех ресторанах, в которых я побывал, достаточно высокого качества еда, хорошие цены. Все это новый опыт, и мне это очень нравится. Какие есть плюсы и минусы лично для тебя здесь? Что тебе нравится, что не нравится, что ты ожидал здесь? Наверное, то, что меня немного удивило. Мне нужно было сделать некоторую работу в моем доме. И обычно в Америке, когда ты назначаешь встречу с человеком, он приходит вовремя. Здесь они скажут «Ок, я приду завтра». И, скорее всего, он не придет завтра. Для меня это... Мне нужно привыкнуть к этому. В конце концов, он придет, но у каждого здесь свой график. Это выглядит так, что они тянут время. Он говорит «Завтра, завтра». Но он, наверное, имеет в виду 3-4 дня позже. Мне просто нужно с этим смириться. Также получить посылку здесь. С этим немного сложно здесь. Что ты имеешь в виду? Например, онлайн-покупки и доставка товаров. Это одна из тех вещей, где нужно проявить креативность, чтобы получить здесь посылку. Но все остальное для меня – это незначительные неудобства. Это очень маленькие проблемы в сравнении с плюсами здесь. Я живу прямо возле моря. Чистый воздух, захватывающие пейзажи. Очень доброжелательные люди. Я себя чувствую в безопасности. Моя семья в безопасности. Хорошая еда, шикарный климат и погода. Много-много плюсов и очень маленькие минусы. То есть здесь ты в безопасности, жена, дети и ты лично. Я жил во многих разных странах, и безопасность для меня – это один из важнейших факторов. Моя семья чувствует себя в безопасности. Это еще один плюс. Скажи со своей стороны лично твой опыт. Как тяжело было переехать сюда? Например, оформление документов, переправка своих вещей сюда, скажем, все этапы переезда. Вообще, сам процесс переезда сюда был достаточно тяжелый. По крайней мере, перевозка мебели и личных вещей оказалась намного дороже, чем я думал. Но это не проблема. Все это делается, ты можешь перевезти свои вещи сюда. Просто это будет стоить дороже, чем обычно. Процесс получения ВНЖ достаточно прост. Есть онлайн-система, достаточно простая. Я сделал все сам. Мне не нужно было кого-то нанимать, чтобы за меня это сделали. Шаг один, шаг два, шаг три – все делается очень просто. То есть открытие банковского счета и перевод денег – это не было для тебя проблемой. Насчет переводов сюда. У меня есть американский банк, я просто иду в банкомат и снимаю деньги. Это очень просто для меня. Также, если мне нужно, я могу перевести деньги через онлайн-приложение на свой счет или куда нужно. То есть для тебя это не было проблемой? Нет. У меня есть друзья здесь, такие как ты. Если мне что-то нужно, у меня есть друзья, которые могут мне с этим помочь. Что ты можешь сказать в общем о погоде, продуктах и прочее? Да, здесь это очень высокого качества. Моя семья и я лично, мы очень много кушаем фрукты, овощи. Они здесь очень высокого качества. Рынки здесь шикарные. Ты можешь пойти и купить все, что ты ищешь. Также сами дома и строительство достаточно высокого качества. У меня есть пятилетний план, и он у меня очень прост. Первый год я буду арендовать дом только для того, чтобы определиться с регионом и местностью на Северном Кипре. Мне лично нравится район Искеле. Это очень хорошее место. Цезарь Бич, очень классный Лонг Бич, то есть я изучаю местность. Примерно через год я куплю себе дом у моря. Или же дом в стройке, что-то типа этого. Мне очень легко здесь, так как я работаю в онлайн. У меня онлайн бизнес. А вообще, я приехал сюда жить постоянно. Я планирую купить дом, и не вижу ни одной причины, почему уезжать отсюда. Стоимость жизни здесь очень хорошая. Качество жизни здесь также хорошее. Если взять любое место на Земле, то это будет больше минусов, чем плюсов. По крайней мере, сейчас. Я знаю, что ты переехал сюда со своими родителями. Как они здесь? Они же также из Америки. Как для них разница жизнью в США и на Кипре? Мои родители решили переехать сюда после того, как я показал некоторые из твоих видео. Когда они посмотрели эти видео, они дали знать, что хотят здесь провести свою пенсию. Они двое живут на пенсию. И для них это рай. Они живут рядом со своей семьей в изумительно красивом месте. Им нравится здесь. Их мечта стала реальностью. Да, это действительно так. Они очень счастливы. У них здесь появилось много друзей, так как здесь достаточно людей пенсионного возраста. Они могут дружить. Здесь много англоговорящих людей, много русскоговорящих людей. Моя жена россиянка. У нее много русскоговорящих друзей. Я думаю, что в последующие 10 лет Северный Кипр будет стремительно развиваться. Я вижу это своими глазами, что все здесь развивается очень и очень быстро. Много людей приезжают сюда. Он развивается. Я действительно в восторге от будущего Северного Кипра. И каждый, кто рассматривает вариант переехать сюда, лично я думаю, что они будут приятно удивлены. Они будут счастливы, особенно инвесторы. Если вы инвестор, я думаю, что вы откроете для себя место, где сможете получать неплохую прибыль от ваших инвестиций. Я думаю, что Северный Кипр будет только расти. Потому что я сам инвестор, и Северный Кипр – это определенно то место, где я буду инвестировать. Если вы хотите приехать сюда, узнайте максимум все о Северном Кипре. Возможно, сначала приедете сюда на несколько недель, чтобы посмотреть, понравится ли вам здесь. Я лично этого не делал, потому что я смотрел достаточно много его видео. Прочувствуйте сами, подходит ли оно для вас. Вы это почувствуете сразу. И тогда делайте решение. И Николай поможет вам со всем этим. Также у нас есть бесплатный ознакомительный тур на три дня. Мы организуем вам трансфер с аэропорта и проживание на три ночи. А также покажем вам немного сам остров, покажем недвижимость, интересные места, а также ответим на все ваши вопросы. Также у нас есть веб-сайт. Ссылку мы прикрепим под этим видео. На сайте вы сможете найти большую часть актуальной недвижимости на Северном Кипре. Вы можете посмотреть, что здесь есть, что есть из новой недвижимости. Если у вас будут любые дополнительные вопросы по недвижимости, вы можете нам написать, и мы максимально быстро ответим вам. Также, если хотите, можете поставить лайк под этим видео. Это реальная история реального человека. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...